Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина и коротко о главном. Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. В Заречном уже зарегистрированы 6 случаев заражения желтухой. Прежде всего с водой, употребляя зараженную воду, в которой есть вирус. Либо пищевым путем тоже могут быть заражены продукты от больного человека. Кто, если не мы? По такому принципу в Заречном вот уже 2 года работает благотворительный фонд помощи животным «Лохматый друг». Животных бездомных много, к сожалению. Люди вот в этом плане не очень ответственны. Ну и должны же быть кто-то, кто возьмет этот вопрос в свои руки. И далее обо всем подробнее. 21 августа Заречный посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Свою рабочую поездку глава региона начал с визита на успешные частные предприятия города. Вот что не написать, там Пензенский регион или Пенза, но вот полет, значит, тогда надо не там писать, а вот здесь. Нет, вот здесь. Нет, но все равно, чтобы люди видели и понимали, что где монтируют, что это произведено в Пензе. Продукция производственно-коммерческой фирмы «Полет» широко известна за пределами Пензенской области. Это предприятие входит в Зареченский приборостроительный кластер интеграции технологий. Основные направления работы полета – механообработка, производство и серийные поставки промышленной электронной аппаратуры. Среди партнеров фирмы такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Российские железные дороги», «Трансмашхолдинг». Полет производит также оборудование для военной авионики. Здесь есть приборы и целеуказания наведения, а есть вот такие вот вроде как невзрачные, да, это лазерные гироскопы. Совершенно правильно. То есть она система удержания его на проекции. В рамках рабочего визита в Заречный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил успешные частные предприятия города. Он отметил высокий темп развития фирмы «Полет». За первый квартал этого года идет рост на заказы и рост производства этого предприятия, если не ошибаюсь, 135%, по сравнению с прошлым годом. Это хорошо. Еще одним предприятием, которое посетил Иван Белозерцев, стала мебельная компания «Лером». Ее продукция поставляется во все регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Дилерская сеть предприятия насчитывает более 1200 мебельных салонов. Для губернатора провели экскурсию по цехам. Задача оператора в данный момент только перегнать из ряда в ряду. А здесь уже действие происходит автоматически. Не, ну манипуляцию он сам делает, правда? Нет, это все автоматически. Производство здесь сертифицировано по международным стандартам. Сотрудники работают на высокотехнологичном оборудовании. Многие процессы автоматизированы. Большое внимание уделяется рациональной организации производства. И меня как губернатор это радует, еще и потому, что я вижу, что они не стоят на месте. Они строят новые площади, у них есть стратегия развития. А это очень важно, потому что это рабочие места, это дальнейшее развитие. Промышленный рост предприятий Заречного – это вклад в развитие экономики Пензенской области. Еще одним шагом вперед должна стать организация в нашем городе территории, опережающего социально-экономического развития. Мы вышли на финишную прямую. В ближайшее время, до конца года, мы надеемся, что это решение будет принято. И это, с моей точки зрения, даст толчок развития городу Заречный. Залог успеха на рынке, подчеркнул Иван Белозерцев, – постоянное развитие, движение вперед. Только так можно справиться с конкуренцией и вывести экономику региона на качественно новый уровень. И к другим темам. Зареченцев приглашают сделать прививки от гепатита А. В этом году в Пензенской области выросло число заболевших желтухой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, если в 2016 году было инфицировано 30 человек, то за 4 месяца 2017-го их уже 38. Случаи заражения зарегистрированы в Пензе, Пензенском, Сердобском, Бессоновском, Каменском, Нижнеломовском, Белинском и Спасском районах. В Заречном с начала года заболели 6 человек. Чем опасна желтуха и как уберечь себя от заражения? За разъяснениями к специалистам обратилась Ксения Тризна. Вирусный гепатит А. Такой диагноз в этом году был поставлен 6-ти зареченцам. В 2016 году был зарегистрирован только один случай заражения. Подъем заболеваемости гепатитом А отмечается во всей Пензенской области. Распространитель вируса – человек. Водным путем в первую очередь, то есть прежде всего с водой, употребляя зараженную воду, в которой есть вирус. Либо пищевым путем тоже могут быть заражены продукты от больного человека. Вирус может передаваться и контактно-бытовым путем, но такие случаи регистрируются реже. Установить причину заражения бывает достаточно сложно. Инкубационный период заболевания может длиться до 35 дней. И чаще всего больному трудно вспомнить, что он ел, пил или с кем общался месяц назад. В нашем случае трудно сказать, откуда. Пять человек у нас, и вот шестой недавно тоже выявлен. Сложно сказать, откуда. Также и в Пензе тоже эпидемиологи не могут с достоверностью сказать, какой конкретно фактор послужил причиной увеличения заболеваемости. Гепатит А или попросту желтуха – не смертельное заболевание. Врачи называют его самым интеллигентным из гепатитов, потому что он не переходит в хроническую форму. Однако безопасных болезней не бывает. После желтухи могут развиваться осложнения, нарушаться работа желудочно-кишечного тракта, и лучше, если вирусу будет закрыт доступ в организм. В наше время есть возможность защититься от гепатита А. Достаточно сделать прививку. Более полутора тысяч зареченцев уже обезопасили себя от вируса. Сделать это можно совершенно бесплатно. За направлением на прививку нужно обращаться к участковому врачу. Сейчас в медсанчасти ждут поступления новой партии вакцины. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Более четырех сотен кошек и собак, нашедших дом. Более четырех сотен семей, где появился верный и надежный четвероногий друг. Таков главный итог двухлетней работы. Так считают волонтеры Зареченского благотворительного фонда помощи животным «Лохматый друг». В минувший выходной фонд отметил свой день рождения. С праздника в Центральном парке Маргарита Кадацкая. Друзей у подопечных Центра стерилизации и социальной адаптации «Лохматый друг» множество. Не пересчитать всех добрых людей, чья забота и внимание помогли хвостатым беспризорникам обрести дом. На двухлетии благотворительного фонда рады были абсолютно всем – и старым друзьям, и новым знакомым. Сладкий стол, игры и веселые занятия для самых маленьких – словом, все для того, чтобы отлично провести выходной. Но главное – здесь жители города, еще не знакомые с работой фонда, смогли пообщаться с четвероногими подопечными волонтеров. Какое добро можно сделать бездомному животному? Кормить их, покормить. Ухаживать за ними. Чтобы у них была тоже жизнь счастливая, как у обычных собак. Животных бездомных много, к сожалению. Люди в этом плане не очень ответственны. Ну и должны же быть кто-то, кто возьмет этот вопрос в свои руки. А вы сталкивались, когда действительно какая-то жестокость по отношению к бездомным животным? С жестокостью, слава богу, нет, но первый год в нашей жизни был с улицы. Проблему бездомных животных в одном отдельно взятом городе начали цивилизованно решать два года назад. Сколько труда, средств, сил, физических и душевных требуется для того, чтобы новое благородное дело выжило, знают только те, кто с нуля строил главное детище фонда «Лохматый друг» – Центр стерилизации и социальной адаптации. Начинали всего с маленького. Несколько вольеров, несколько будок, было порядка четырех только всего-либо. И заехали в августе первые собаки. Мы все расчищали, удаляли, не было ни вагончиков, потом появились вагончики. Вчера к нам приезжала гостья одна, она была год назад у нас, и она говорит, «Господи, это так уже изменился Центр, столько у вас всего есть». К основателям «Лохматого друга» присоединилось множество горожан самых разных профессий, начиная от пенсионеров и школьников, заканчивая директорами предприятий. У них разное социальное положение, возраст и достаток, но объединяет всех этих людей любовь к животным. За два года волонтеры спасли 570 собак и кошек, из них 434 счастливо обрели дом. Казалось бы, цифра не так велика, но если вдуматься, что более 400 животных беспризорно бегали бы сейчас по улицам города, сразу понимаешь масштаб работы волонтеров. Но расслабляться рано. Десятки лохматых друзей все еще ждут своего хозяина. Домашние животные – это не только большое удовольствие, но и ответственность. А еще любовь, которой подопечный «Лохматого друга» ждут с особым трепетом. Маргарита Кадацкая, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Что приводит человека в ряды волонтеров? Как относятся к работе благотворительного фонда «Лохматый друг» зареченцы? И каковы ближайшие планы зареченских зоозащитников? Обо всем этом мы поговорим с волонтером благотворительного фонда «Лохматый друг» Ольгой Почковской. Встреча в студии сразу после рекламы. А пока к другим новостям. Зареченцы борются за путевки в Артек. Более 30 юных художников из детской школы искусств, школы номер 222 и из-за студии «Малиновая кошка. Дома культуры Дружба» участвуют во всероссийском конкурсе. Творческое состязание проходит по программе федерального общеобразовательного проекта «Место встречи с искусством». В рамках проекта в фойе Дворца культуры «Современник» прошла выставка высокоточных полноразмерных копий картин известных советских художников. А для юных мастеров изобразительного искусства провели мастер-классы. В течение двух недель дети творили под руководством московских педагогов. Созданные зареченцами работы примут участие в конкурсе. Конкурс называется «Моя картина говорит». Дети пишут истории, содержательные, с моралью, и рисуют по этим историям картины. В конкурсе основным критерием является соответствие их картины тому, что они написали в своей истории. То есть картина должна нам что-то рассказывать. Завершенные картины рассказа юные художники представили на выставке во Дворце культуры «Современник». Работы экспонировались всего один день, а затем были отправлены в Москву. Там произведения зареченцев оценит специальная комиссия. В ее составе профессиональные художники, преподаватели Института художественного образования, сотрудники учреждений культуры из разных городов. Им предстоит определить двух победителей, которые и получат путевки в Артек. Юные зареченские спортсмены выступили в необычном для себя амплуа. В загородном оздоровительном лагере «Звездочка», где тренируются и отдыхают, 226 воспитанников спортивных секций города прошел конкурс песни. Вокальные таланты легкоатлетов и боксеров, пловцов и каратистов, футболистов и баскетболистов оценил Станислав Корякин. Юные зареченские спортсмены, отдыхающие в загородной «Звездочке», в перерывах между тренировками занялись вокалом. Почти неделю они готовились к фестивалю спортивной песни с громким названием «Голоса цивилизаций». Это тематический день, день Мексики. А как мы знаем, в Мексике, на территории Мексики, исторически располагались такие известные цивилизации, как мои ацтеки. Поэтому сегодня будем искать золото ацтеков, имя, кажется, наши голоса. Боксеры и пловцы, каратисты и легкоатлеты, футболисты и баскетболисты. Всех их объединяет любовь к спорту, здоровому образу жизни. А потому и подбор репертуара был соответствующим. Мы выбрали песню «Утренняя гимнастика». Ну, не знаю, мы выбрали, ну, как бы по настроению. Нам она понравилась и сразу заиграла в душе. Ну, наша песня, она про то, что здоровье очень... Чтобы мы берегли здоровье свое и не забывали про врачей, чтобы они нас лечили. От болезней солнце, воздух и вода. От болезней помогает нам всегда, от всех болезней нам болезней. Солнце, воздух и вода. Мы рекордом, герои спорта, нам победа, как воздух и света. Мы хотим всех рекордам, наши слонкие дай семена. Рекорды в песенном состязании поставили все участники. Каждый отряд не только исполнил свой гимн спорту, но и постарался разыграть небольшое представление. Го-го-го! Все на футбол-поле! Все на футбол-отворе! Го-го-го! Все на футбол! Го-го-го! Спортивная смена в 2017 году посвящена недавно прошедшему в России Кубку Конфедерации, а потому футбол стал главным героем песенного конкурса. Черно-белый мяч, зеленый газон, начинается матч, мы играем в футбол, нам победа нужна, и забить нужно гол, вот за это, за все, мы все любим футбол. Спорт как символ доброго соперничества, дружбы и взаимопомощи объединил всех участников песенного конкурса. Юные спортсмены радовались успехам своих соперников, как собственным. Понравилась песня «Го-го-го! Все на футбол!» Зарядная позитивом песня сама, да. Каратисты. Почему? Не знаю, их было очень много, и песня была веселая. Самая сложная задача при подготовке песенного фестиваля легла на плечи музыкального руководителя смены. Все-таки спортсмены не ученики музыкальных школ, не участники творческих коллективов. Но ребята еще раз подтвердили, что талантливые люди талантливы во всем. В принципе, не совсем так уж сложно. В принципе, дети все молодцы, они выучили самый главный текст, мелодию мы с ними пропели. Ну вообще, конечно, да, творческие дети отличаются от спортсменов. Но ничего, мы справились, да? Мы спели, мы зажгли, мы старались. И дети все молодцы, без исключения. Заключительная смена лета 2017 в загородном лагере «Звездочка» закроется 25 августа. В этот день спортсмены еще раз покажут свои вокальные данные, все вместе исполнив гимн лагеря. «Звездочка» наш дом – единство поколения. «Звездочка» наш дом – детское движение. Возвращай, настало время спорта. Время побеждать, дать новые рекорды. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» стартовали игры второго круга первенства Пензенской области по футболу среди подростков. Всю неделю на искусственном поле центрального стадиона наши команды будут принимать соперников из Пензы, Камешкира, Каменки, Нижнего Ломова. Футбольный марафон открылся матчем между сборными «Союз Лером» 2006 года рождения и «Дюз Швосем» 2007 года рождения. Итоги игры в следующем материале. Буря эмоций у зрителей, накал страстей на игровом поле. Матч между зареченскими спортсменами и их пензенскими соперниками получился напряженным и непростым для обеих сборных. Команды «Союз Лером 06» и «Дюз Швосемь 07» встретились в рамках первенства области по футболу среди подростков. Мне понравилась игра. Игра была тяжелая, шестой год все-таки. То есть соперники были старше вас? Да, на год. Они выше и сильнее. Напряженная была игра. И мы забивали, и они. Много голов в этой игре было. Счет в матче открыли пензенцы. Следом за первым мячом в ворота соперника отправился и второй. Зареченцы ответили только одной успешной атакой. И на перерыв команды ушли со счетом 1-2 в пользу гостей. Мы играли в пас очень хорошо, видели своих игроков. Иногда выносы делали. Когда нужны были удары сильные, хорошие у нас со штрафных. Уже в первые минуты второго тайма «Союз Лером 06» сравнял счет 2-2. Затем команды друг за другом провели результативные атаки 3-3. И тут удача отвернулась от зареченцев. Ребята из «Дюзш-8» один за другим забили в наши ворота три безответных мяча. Итог игры 3-6 в пользу пензенцев. Игра у нас сложилась как бы первый тайм удачно. Мы потому что в пензе в первом круге вступили 1-5. Дома чуть подготовились. Уже игра была равная. Мы забили, сравняли счет. То есть 3-3 неплохо. Ну, ошибки в обороне и врата чуть-чуть, конечно, поплошал в некоторых моментах. Обидно. Ребята стараются. Еще одну игру в рамках первенства области по футболу провели 21 августа более старшие ребята. На поле встретились две зареченские команды «Сенсор 05» и «Союз Лером 04». Матч завершился со счетом 5-3 в пользу «Сенсора». Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Мы в ответе за тех, кого приручили. О людях, которые живут по такому принципу, мы поговорим с волонтером благотворительного фонда «Лохматый друг» сразу после рекламы. Первоклассники и их родители. ТРК «Заречный» в очередной раз спешит порадовать юных зареченцев и объявляет конкурс «Первокласска-2017». Победителей ждут призы и подарки от спонсоров. Встречаемся 1 сентября в 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха «Заречья» возле кафе «Пингвин». Подробнее о конкурсе смотрите в эфире телеканала «Заречный» и на портале городзет.инфо. Иностранные языки на все случаи жизни и для любого возраста вместе с «Репетита Плюс». Английский, немецкий, французский, русский и общество знания. Помощь в усвоении школьной программы. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Спецпрограмма для первоклассников, малышей с 4,5 лет и взрослых. Возможность обучения за рубежом. По окончании курсов сертификат международного образца. Запись на обучение и организационное собрание 4 сентября в 18.00 в актовом зале школы 225. Телефоны 65 62 19 60 70 19 и 8 927 376 14 09. Надежные кондиционеры «Зануси». Всего 15 900 рублей. Телефон 23 24 04. В компании «Ревстрой». Хотите жить в районе, где удобство и комфорт современного жилья сочетается с красотой природы? Жилищный центр 21 век предлагает квартиры в строящихся домах по улице Ахунской в 21 и 23 доме. Высококачественные строительные материалы. Интересные планировочные решения. Предчистовая и чистовая отделка. Стоимость квадратного метра от 35 тысяч рублей. Уникальное предложение для жителей Заречного. Квартира с ремонтом «Комфорт Плюс» по цене от 38 тысяч рублей за квадратный метр. Жилищный центр 21 век. Офис продаж. Заречный, улица Комсомольская, 1. Здание ПУС. Офис 219. Телефон 29 46 45. Готовьтесь к школе с выгодой! До 31 августа в планете канцелярии скидка до 17%. Вся сумма покупки возвращается на бонусную карту. Ее можно тратить и экономить весь учебный год. А еще в подарок спиннер! Готовьтесь к школе вместе с планетой канцелярии. Заречные торговые центры Дубрава, Универмаг, Цитрон, Арена и магазин на улице Строителей 20. Паломничество лучших строителей в Нижний Новгород. Удомельские атомщики в роли пожарных. Зрелищный спорт на улицах Северска. Смотрите в среду в 20.00. Субтитры подогнал «Симон»! Новости на канале «Заречный» продолжаются. Сейчас у нас время встречи с гостем. И с нами сегодня в студии волонтер благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лохматый друг» Ольга Пачковская. Добрый вечер, Ольга! Здравствуйте! Итак, Ольга, прежде всего, ваши впечатления о прошедшем празднике, о дне рождения благотворительного фонда, который состоялся в парке 19-го числа в субботу? На дне рождения, прежде всего, конечно, удался. Было очень много народа, было много детей, было весело. Мы получили много положительных отзывов о нашей работе. И это самое главное для нас. Приходили родители, дети, взрослые, ознакомились с нашими животными, приобретали наши сувениры. И у нас даже появилась бронь на одну кошечку, и мы надеемся, что она обретет свой дом. Это, наверное, самое главное. Да, для нас самое главное, чтобы животные наши нашли дома. Два года работы благотворительного фонда. Как много волонтеров к вам присоединилось вот за это время? Кто вам помогает? Очень радостно, что к нам, прежде всего, присоединяются новые волонтеры. Сейчас наш фонд насчитывает порядка 25-30 волонтеров. Но волонтеры есть и активные кураторы. Будем разделять эти понятия. Кураторов порядка 15 человек. То есть куратор – это человек, который берет на себя ответственность за животное полностью. От поступления в центр до пристройства. И дальше контролирует, как животное проживает в новой семье. Волонтеры – это люди, которые, возможно, не берут кураторство, но приходят и помогают всем, чем могут своими силами. Кто-то делает объявления, кто-то просто приходит гулять с собачками, гладит их, гладит кошечек, играет, приносит еду, готовит. Уделяет свое просто свободное время животным. Ну, порядка 30 человек нас, и это очень нас радует, потому что нас стало намного больше. Когда основывался центр, нас было вот как раз эти 10-15 активных кураторов. Эти и были 10-15 человек, активные волонтеры также параллельно. Больше не было людей, которые… То есть кураторы и волонтеры были в одном лице. Ольга, два года назад, в общем-то, практически на пустом месте, да, вы начинали. Вот что изменилось за два года? Изменения, я считаю, колоссальные. За два года мы начинали с нескольких будок, и 5-6 вольеров у нас было. Потом появились первые вагончики, в которые мы начали размещать кошек. Изначально планировалось, что в центре стерилизации и стальной адаптации будет содержаться 10 собак и столько же кошек. На данный момент у нас 50 собак, вот на сегодняшний день, и 29 кошек. То есть цифры значительно больше, чем те, которые мы планировали. И увеличение количества животных, конечно же, вызвало за собой изменения. У нас появились новые вагончики, в которых будут содержаться кошки, содержатся. Новые послеоперационные помещения для собак, которых мы стерилизуем, как которые содержатся в нашем центре, так и в программе отлов, стерилизация, выпуска. Животных больше, будок больше, вольеров больше. Строится сейчас карантинная зона. Началась работа над кошкиным домом, где будут жить кошки, свободно выгуливаться. Ольга, и что дальше? Планы? Планы. У нас всегда есть планы, планы большие. Начнем с планов по благоустройству и изменению нашего центра. Как я уже говорила, это строительство карантинной зоны сейчас полным ходом у нас идет, чтобы мы больше животных могли принимать, больше собак конкретно. Строительство кошкиным домом. Вопрос сразу, иногда возникает у людей, зачем. Вот хотела бы раз такая... Пояснить. Да, пояснить, раз такая возможность мне предоставилась. Кошкин дом. То есть у нас есть животные, которые стерилизованные, привитые и ждут своего хозяина. Кошки контактные, они не выживут на улице. То есть на улице, скорее всего, в ближайшее время, если их отпустить, они пострадают от рук человека. Или у них нет места даже, куда их отпустить. То есть нет такого. То есть по программе отлов, стерилизация, выпуска это невозможно сделать. Котята маленькие, мы же тоже их не отпустим на улицу. Кошкин дом. За счет этого с кошки смогут жить свободно. Там будут у них игровые комплексы, где они будут играть, полочки, где они будут лежать, отдыхать. То есть это уже не клетка, не вольер. Не клетка, не вольер. Они будут ждать своего хозяина, ждать своего счастья, когда они переедут в квартиру. Тем самым они больше будут адаптированы для жизни уже в квартире, потому что пространство будет не такое замкнутое. Таких кошек, которые точно будут пристраиваться у нас 10-15, они вот клетки освободят, переедут в кошкин дом. Освободятся новые места у нас в карантинной зоне, в чистой зоне освободятся. За счет этого мы сможем принять новых животных. То есть создание кошкиного дома нам освобождает новые места для того, чтобы мы могли помогать новым животным. Это будут и так же, как животные в этот раз поступили за счет уже освобождения трех мест в кошкином доме. У нас появилось три кошки, уже переехали туда. Пока, конечно, в строительстве, но уже можно несколько животных селить. То есть три кошки мы переселили из чистой зоны в кошкин дом, и у нас освободились три клетки. И мы сразу же взяли трех кошек с улиц города по программе «Отлов, стерилизация, выпуск». Сейчас они вот уже стерилизованы, послеоперационный период заканчиваются. Скоро они отправятся в свои дворы радовать своих обитателей дома. Спасибо огромное, Ольга. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ольга Пачковская, волонтер благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лохматый друг». Мы, конечно, встретимся с вами еще не раз, но сегодня, к сожалению, наше время подходит к завершению. И я желаю вам всяческих успехов, и чтобы как можно больше у вас было помощников. Большое спасибо. Ну и у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречные». И спешите делать добро. Редактор субтитров А.Семкин